Перед началом работы необходимо спланировать будущий видеоролик. Я не буду рассказывать о премудростях составления текста для ролика и его структуре, так как мы касаемся только технической части. Как поступаю я? Набрасываю весь текст задуманного ролика на обычный лист А4. Потом перечитываю его и делаю пометки. Затем перевожу текст в электронный вариант. Делаю чистовик. Я для этих целей использую Google Docs. Перечитываю чистовик, разбиваю его на небольшие части. Одна часть это один кадр. Делаю пометку о том, что я хочу видеть в этом кадре. Далее по этим заметкам рисую стериборд. Его еще называют раскадровкой. Зарисовать раскадровку можно как угодно. На обычном А4 ручкой или карандашом, разбивая лист на небольшие блоки. Можете использовать графические редакторы Photoshop или GIMP. Тогда вам придется найти заготовку страницы для раскадровки. Их очень много, выбирайте ту, которая вам больше понравилась. Можете также для раскадровки использовать блендер, как я поступил, делая раскадровку для проекта RGB. Не пытайтесь уместить один кадр в один блок стериборда. Если это сделать не получается, разбейте кадр на составляющие и внесите каждую в отдельный блок раскадровки. Давайте поговорим об организации файлов при работе. Допустим, есть два кадра, которые мы анимируем в блендере. Каждый кадр мы сохраняем в отдельный файл. После работы над кадром мы его прорисовываем. Затем собираем все кадры на монтажном стиле блендер в единый видеоролик. Также каждый элемент можно сохранять в отдельном файле. А при анимации просто его прилинковывать в файл анимации. Об этом мы поговорим далее в уроках. Продолжение следует...